85 лет Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Степановича Нахимова выпускает офицеров-мичманов. История военного вуза тянется с 1 апреля 1937 года, когда народный комиссар обороны приказал начать в Севастополе формирование второго военно-морского училища по подготовке военнослужащих для кораблей и частей Черноморского флота. Училище создавалось в 1937 году, накануне Великой Отечественной войны. Бурное развитие получил военно-морской флот России. Конечно, нужны были командирские кадры. И училище создавалось как второе военно-морское училище. И первые пять лет своего развития училище строилось. Курсанты жили на кораблях, которые дислоцировались в стрелецкой пункте. И, безусловно, параллельно учились и обучались. За 85 лет преподаватели Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова подготовили для военно-морского флота более 15 тысяч офицеров. Свыше 200 выпускников стали адмиралами и генералами. Среди них министр обороны России с 2001 по 2004 годы Игорь Сергеев, главнокомандующий военно-морским флотом страны с 2005 по 2007 годы Владимир Масорин и главнокомандующий военно-морским флотом с 2007 по 2012 годы Владимир Высоцкий. И даже спустя десятилетия после окончания учебы выпускники Черноморского училища с теплом вспоминают годы учебы и благодарят своих наставников. Ни один выпускник Черноморского училища за все годы не оказался в отстающих. Всегда это были офицеры, которые в первую очередь сдавали соответствующие зачеты, выполняли боевые задачи. И это все благодаря тем умениям и тем навыкам, которые нам преподали здесь. Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова – кладезь науки. Для обучения курсантов создана современная материально-техническая база. На парах они набираются навыков работы с аппаратами, которые находятся на вооружении военно-морского флота России. Например, активно используется в учебном процессе беспилотный летательный аппарат «Тахион». Мы даем первый практический опыт будущим офицерам для того, чтобы они могли активно взаимодействовать сразу, без прохождения какой-то дополнительной первоначальной подготовки, а уже сразу напрямую работать с расчетами беспилотных летательных аппаратов, штатными расчетами, которые присутствуют в Министерстве обороны Российской Федерации, которые занимают участие в том числе и в горячих точках. Также будущие офицеры учатся применять на практике телеуправляемые подводные аппараты, предназначены для выполнения подводно-технических поисковых работ и обследования толщи воды на глубине до 350 метров. Применяется в учебном процессе для того, чтобы курсантов научить и выполнять работы с помощью телеуправляемых аппаратов в дальнейшем. Телеуправляемый аппарат данной модели, он небольшой, маленький, но также научившись управлять этим аппаратом, можно научиться управлять и другими большими, более громоздкими, более совершенными, которые выполняют более сложные задачи. На протяжении 85 лет в Черноморском высшем военно-морском училище имени Павла Степановича Нахимова воспитывают Нахимовцев, которые с честью и достоинством несут звание офицера.